Друзья, здравствуйте! Сниму небольшое видео по поводу посадки стангопеи, так как я поделила большую свою стангопею и многие у меня взяли деленочки. Вот в таком они вот состоянии, есть остатки как бы корней живых, но основной массы корней еще нету, поэтому садить нам такую стангопею идет в горшок. По поводу, почему поделила, многие спрашивают, потому что очень было огромное растение, расти его в таком состоянии уже не было возможности, но если я пересажу горшок больше в корзину, то начнет гнить внутренняя корневая, если можно увидеть, что здесь уже субстрата просто нету. Поэтому лучше было растение поделить, тогда оно будет здоровым, если я не поделила бы, оно бы вырождалось, бульбы становились все мельче из-за нехватки субстрата, ну и в общем растение бы чувствовало себя не очень. Теперь по поводу посадки. Подбираем горшок. Специально взяла разные горшки. Вот этот, естественно, большой, этот тоже большой, но вообще тут... И вот этот вот горшочек, квадратненький, вот этот будет в самый раз получается. Потому что эти уже горшки будут мельче, это совсем прям мало, тесно прям очень. Хотя, наверное, все-таки я возьму такой больше горшок, чтобы не замыкала корневая. Вот, буквально она вместилась, вот, и все. Видно, что тут есть место для субстрата. Убираю эти горшки. Теперь я приготовила субстрат. Субстрат состоит в 50% кокосовые чипсы, 50% мохсфагмаз. Почему такой субстрат? Достаточно влагоемкий и очень пушистый, хорошо в него заходят корни. Потому что нам субстрат надо будет поддерживать в постоянно мокром состоянии, влажным. А если он прям совсем, вот, будут одни кокосовые чипсы, могут загнивать даже корни. Поэтому лучше вот сделать вот такое. Ставим нашу стронгопилю. И этот кусок, кстати, мой, который я себе ставила. Дальше буду растить. Заращивать до того состояния, в котором оно было. Можно увидеть, что кусочек тут 5 бульб и 3 роза. Кокосовое чипсы, в котором она еще пошла расти в наклон, снизу корзину. Поэтому тут еще не дали. Как-то ее, чтобы прикрыть корни. И ни в коем случае такое растение нельзя сажать еще в корзину. Надо нарастить корни, потом уже садить в корзину. А в корзине нарастить корни очень сложно у растения. Буквально прям невозможно. Чтобы поддерживать этот баланс, создавание постоянно мокрых условий, оно высыхает быстро. Ну, вот, собственно, вот она и посажена. Вот в таком состоянии она должна быть посажена. Вставляем бирочку. Вот у нас тонгопия акулата. И поддерживать... Субстрат был достаточно влажный. И где-то через день я ее начну поливать, ну, вот так вот, по краю горшка. Ну, поддерживать влажное состояние. Не вовнутрь, не погружением. Просто она пролив по краю горшка. Моги гигроскопичны, поэтому вся влага разойдется равномерно по горшку. Надеюсь, информация была полезной. Пока-пока. Продолжение следует...